привет я иван его на канале маэстро барбекю сделаем ветчину первое что нужно сделать это засолить мясо не полужирная свинина это лопатка он самый обычный куски лопатки по весу у меня тут три килограмма 52 грамма немножко грудинки убираю жилу тут и жила не срезаю зачищаю солить буду нитритной соли 06 концентрата нитрита теперь нарезаем свинину на кубики от 2 до 3 сантиметров жир также оставляют приятно когда вичине будет попадаться жирок во вторых это вкусно лопатку таким вот кусочком 2-3 сантиметра порезал а грудинку вот такими полосочками порезал теперь отвешу нитритную соль у меня должно быть 72 грамма хорошо перемешиваю прям максимально хорошо теперь все отправляем вакуумный пакет можете просто в миску и закрыть крышкой нам неудобно пользоваться вакуум пакетами у меня есть отличный вакууматор да край ну все это отправляем в холодильник на две недели 0 плюс 2 градусов увидимся через две недели мясо солил две недели в нитритной соли 18 процента от веса самого мяса я сюда добавил соли я если честно еще добавил немножко мясо с грудинки вскрываю пакет и проверяю на запах она должна ферментироваться а не испортится мясо пахнет мясом цвет отличный так мясо у нас вес 3 500 будем сходить 3 500 резал вот такие вот какие-то кусочки разного размера беру отсюда примерно пятую часть и отправляю к мясорубке чтобы мясо не нагревалось отправлю его в холодильник у меня холодильник практически но меня спустя как постоит а я отвешу спицы все подготовлю и будем после этого продолжать достанем мясо все введем вымешиваем фарш мне нужно 15 процентов воды от веса мяса мне путь получилось пятьсот двадцать пять миллилитров 0 стакан у меня и шокер отправляют туда буквально пять минут и вода остынет чеснок обычно использует 5 грамм на килограмм я буду использовать 3 грамма на килограмм того мне нужно примерно 18 грамм чеснока от 18 грамм черный перец я буду использовать дробленый потом его измельчу примерно полтора грамма на килограмм я люблю как-то такой пряная пряная стринка ароматная и того нам нужно 5 грамм еще 5 грамм так вот весь грабленый перчик перетер он стал мелким почему делаю из дробленого перца потому что дробленый перец делается из ядра перца максимальная ароматика максимальное количество всяких масел очень-очень вкусно поэтому можно кофемелки но не привычно вот так руками когда будет большое производство колбаску конечно же купим измельчитель два с половиной грамма на килограмм мускатного ореха и того у нас примерно 9 грамм должен у тем 9 грамм обратно сюда возвращаем перец обновляю и теперь добавлю сюда фосфат из расчета два с половиной три грамма на килограмм мяса но можно смело добавить 8 грамм а 875 ну давайте еще один грамм добавлю 9 грамм если фосфата нет говорят можно заменить сухим молоком ну за результат не ручаюсь мне все-таки привычно использовать то что есть в традиционных рецептах все что написано в полезной литературе поэтому я использую то что я использую специи готовы осталось натереть на мелкой терке чеснок все контрольно охладил вода практически заморожена ввожу сюда вот эта смесь у вас должна быть примерно 5-6 градусов для комфортной работы если она будет выше 15 градусов у вас просто будут отеки а это брак это нехорошо ввожу специи и чеснок и все это хорошо умешиваем у меня уже замерзла рука надо купить какую-то перчатку которая позволит все это вымешивать и не мерзнуть но кроме того что рука мерзнет нужно чтобы тепло не передавалась фарш и тогда прям получится замечательно не надо будет контрольно охлаждать можно купить еще фарш мест но это чуть попозже сделала ведь у меня тут жирные кусочки есть ветчина на разрезе будет иметь очень красивый рисунок то что она будет вкусно она будет еще и красиво надо добиться единой такой липкой консистенции чтобы это был один комок слипшийся вот до этих пор и мешайте фарш и разобьется на нити ну и сами кусочки они тоже выделят белок ведь у меня есть даже длинного такие кусочки это для того чтобы создать рисунок не заводской на домашний все граммов напишу внизу в описании заходите читайте конечно есть гостовский рецепт но это рецепт который подходит мне мне он такой нравится обычно добавляют соль нитритную пополам с обычной 10 грамм нитритная соль на килограмм мяса и 10 обычно я добавляю 18 грамм нитритной соли еще водички же я добавил и вообще получается не очень соленая колбаса на соленая но прям знаете такая вкусно видите это же масса такая она практически однородная ну понятно есть большие куски маленькие но но что к клейке соответственно лично будет набита хорошо сейчас еще две минуты помешаю и отправлю еще охлаждаться до мешал теперь беру так вот расплющиваю чтобы равномерно охладилась и убираю в холод я предварительно замочил такие вот коллагеновые оболочки один край сразу завяжу для этого складываю один конец она скользкая это делать не особо удобно так берем веревку крепенько так связали вот так вот сделали и еще раз связали тогда тут гарантированно ничего не вылезет не надо никаких морских улов сам обычный узел и так делаем со всеми тончики будут ветчины прям открыл на завтрак бах-бах-бах и все готово и дети у меня будут каждый день есть свежую чину конечно еще украшу друзей док чуть заберет теперь шприц охлажденное мясо помешу помещая в клубу шприца и утрамбовываю максимально стараюсь убрать воздух мясо уже ароматная имеет аромат чеснока перца и мускатного ореха ставим шприц на место взял немножко фарша жирного то что осталось так вот смазал и теперь нам нужно выдавить мясо чтобы она показалась из цепки я как аккуратно да им да им да им да им да им идет 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 ну вот все вышло тормозить процесс можно еще чуть-чуть чтобы надевая одевай калакина оболочку и плотненько набиваю бортон ветчины забираю и вот так вот подкручиваю чтобы плотненько прям было ну и соответственно здесь дело узел здесь сделала петлю мне отличная стена и увешу все сюда можно поместить в холодильник часов на 6 на усадку но у меня здесь часа три-четыре усадится оттеплиться и мы сразу отправим в термокамеру вот видите какая малютка получилось сейчас ли обяжем и тоже туда на крючок и оставляю на 4 часа у меня есть специально такие подвесы снимаю и на подвес мы когда делали кухню я даже не знал зачем вот эти штуки делаем теперь я понимаю делали просто для красоты оказывается делали для ветчины и колбаса так камера переехала в помещении мы его монтировали прям сюда в кухню поэтому теперь работать прям вообще красота осталось мне добиться того чтобы батоны были одинаковые и все так смотрите ребят нужно повесить батона чтобы они были на каком-то расстоянии равном друг от друга самый большой батон он у нас вот этот будет у нас контрольный сюда такая щуп середина вот прям вот так аккуратненько ребят часто знаете у этой камеры щуп на гарантию полгода очень часто люди ломают аккуратно обращайтесь щупом очень вас прошу тогда у нас прослужит не то что год а 5 лет ну собственно закрываю камеру включая всего грузится и включают тут температуру 60 градусов все принято и открываю оба шибера включая конвекцию чтобы из батонов убиралась вся лишняя влага чтобы она жарилась я ведь сюда подвел вентиляцию наверх сейчас мы извлека поснимемся покажем как она сюда встала в общем теперь я смогу делать прям тут студии колбаски и ветчины сосиски копченые ребра все что хочешь термокамера даже подкоптитель будет уходить в общем ждем того момента пока в ветчине поднимется температура кстати забыл еще включить забыл воды добавить тут есть специальная емкость добавляем водички накрываем закрываем все закрыли отключаем конвекцию включаем пар прикрываем обе верхние трубы сейчас 57 градусов будем готовить до 69 градусов в центре контрольного куска дальше догоняем паром в общем ждем главное все закрыть все хорошо даже нижний кран сливной нужно закрыть все 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 проверьте даже чуть открытый экран будет сжирать температуру кстати хотите расскажу почему она полупромышленная она большая можно загрузить очень много пони что когда мы для себя который ночью голослом будете вам сейчас покажу сколько засолки стоит мы завтра для себя будем готовить да она большая варит жарит коптит сушит все что хочешь на работу как дегидратор до 1 а работает от 220 вольт это очень важно на производство все оборудование 380 вольт кто хочет купить такую камеру ссылка будет внизу да и вообще на всю продукцию хобби смог по промокоду маэстро проведет по ссылке будет скидка кроме термокамер если девочки кстати если хотите своему мужу что-то подарить термокамера может быть дорогая но из другие камеры первых маленькие во вторых бывает просто не термокамера а коптиль присмотреть вот такой подарок на 23 февраля всем рекомендую а если вы напишите в комментариях что внизу сделать следующий раз мы обязательно это покажем запищала и знаете вот у этой камеры писк такой что не пропустишь значит пора снимать давайте посмотрим что внутри а красота видите по вот эту штуку нижнюю соплом ставьте в стенку не к дверце оттуда на заднюю стенку уплотнить будет жить дольше а это очень хорошо а щуп вынимаю на столик не сюда далее подвижной теперь включаем ледяную воду и отправляем сюда процесс называется душирование в душ отправляем под ледяную воду мы приготовили мы готовим там не до 80 не до 90 град поэтому сейчас важно остановить внутри ветчины всевозможные процессы и чтобы она охладился плюс ко всему это еще да отлично отлипание коллагеновой оболочки вот в общем на 20 минут пусть она тебе в ледяной воде купается вот про точно если просто налейте холодной ну она нагреется можно постоянно добавлять лед 25 минут душевания на еще мокрая пора скрывать очень хочется посмотреть а ну красота ли хочет попробовать выглядит классно перчик видно структуру видно мясо запах привык на тебя даже собран кусочек дам ты дома шкурка отходит прям не хуже чем в любом магазине ребят вкусно это прям вкусно то есть имея такую камеру вот например я с мая по сентябрь нахожусь на дачу что он не делать траву и подстриг все подстриг мне теперь камера есть я могу делать колбаску но у меня теперь есть колбаса понятно мне по ингредиентам благодаря этой камере ссылка будет внизу все внизу переходите промокод маэстро барбекю блин далее пишите лайк ставьте комментарии лёха говорит прощайтесь держи лёха всем пока